Доброго здоровья, дорогие друзья! В эфире программа «Открытое сердце» Я и ведущий Игорь Петрухин В это время на родине, дома, совсем рядом В Москве и Подмосковье происходят события Не менее интересные, чем где-то в Японии В Соединенных Штатах, в Корее и так далее И я думаю, что было бы правильно Если мы бы почаще оборачивались И видели, что происходит рядом Потому что именно здесь появятся те самые кадры Которые попозже приносят славу, радость И удовольствие нам, российским зрителям Георгий Кобылянский Родился 29 марта 1961 года в городе Тула Организатор турниров по профессиональному боксу Кикбоксингу, муай-тай, ММА Президент World Absolute Fighting Championship И Golden Glory Russia Николай Аникиенко Родился 14 июня 1978 года в городе Пенза Мастер спорта по боевому самбо Многократный обладатель Кубка России по панк-ратиону Двухкратный обладатель Кубка мира в тяжелом весе Победитель международных турниров Fight Selector И Golden Glory Доброе здоровье, господа Встречаемся мы редко По мере интереса А интерес зачастую пробегает мимо нас И спасибо Георгии, который нам порой открывает глаза То он поехал в Казахстан Увидел индийских бойцов То, что вы произвели большим событием Интересным событием Я перед нашей передачей посмотрел видеоматериал И считаю, что огромное спасибо вам, что вы есть Что вы не опускаете руки Несмотря на все проблемы под названием экономический кризис А команду, которую вы создали Команду, с которой вы начинали 12 лет тому назад Да, в ЦСКА Да, да Да, сегодня уже прообразом стала большой промоутерской компанией Можем даже так сказать Кто-то остался в строю Коля дерется Кто-то занимается технической составляющей Ну, а кто-то является так мозгом Мозгами Все этой структуры Ну, Георгий, тебе слово Ты зачал это детище И тебе, естественно, за него раскребываться Благодаря этому турниру сбылась моя давнишняя мечта И, наверное, мечта ребят С которыми мы, как ты правильно сказал Уже 12 лет вместе Ребята выступали Я помогал каким-то образом продвигать их На международных рингах И вот всегда у меня была такая мысль А было бы неплохо, если бы мы все вместе Единомышленники собрались и сами провели турнир Чтобы ребята выступили не в качестве спортсмена А в качестве организаторов Вот так у нас, в общем-то, и получилось В Раменском прекрасный зал Бориса Глебский Две 800 зрителей, новейший Оборудован по последнему Универсальный вал, да? Да, 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 да Два больших светодиодных экрана И... Прямо какая-то сказка Да, три месяца назад мы с ребятами С раменскими друзьями И вот... С Андреем Рудаков Сергеем Новичков Валера Плиев Валера Плиев Но Валера Плиев был в качестве главного судьи Коля у нас дрался Мы его по организации пока не привлекаем Он у нас действующий спортсмен А вот мы втроем Сергей, Андрей и я Разделили обязанности Сергей занимался привлечением финансов Андрей занимался полностью спортивной частью Подбирал спортсменов Готовил пять спортсменов Которые выступали Тренировались под его руководством Он же их секундировал И признался в конце турнира Кстати, практически потерял голос Он говорит, что такой нагрузки он не испытывал Даже когда сам выступал То есть Это огромный труд подготовить Размять и вывести спортсменов Последний бой он бы водил Колю Он почувствовал это на себе Я занимался общей организацией Общей координацией И техническим оснащением В том числе и телевизионной съемкой Картинка хорошая, вы посмотрите И, конечно, мы встретили Поддержку Я на этом хочу остановить тебя на секунду Ты уверен, что сегодня Без помощи нашей компании У вас есть возможность Хорошо снимать Это очень важно Потому что специализированная съемка боев Она требует, естественно, грамотного оператора Грамотного режиссера И наверняка тех людей Которые ставят задачу Я вот на протяжении долгого периода Время сотрудничаю, как ты знаешь, с Вильхенштейном Я знаю, как долго притиралась эта команда Команда телевизионщиков Которые правильно выставляют свет Которые видны правильные картинки Мы видим, что от программы к программе Вот фантик Который завернут сам поединок Он приобретает уже Ну, отпечаток, ну, естественно Вся сравнение с UFC Это очень здорово На будущее я просто Прошу тебя, что Если что-то у нас будет происходить Мы не будем обращаться к нам А будем обращаться к тебе Что это очень важно Потому что составляющая Телевизионной картинки Чрезвычайно важна Звук света картинка И, в конце концов Продукт, которым мы угощаем Наших зрителей Должен соответствовать времени Извини, перебил Но, во-первых Канал Боец присутствовал там И незримо, и зримо У нас была новостейная бригада Без этого, простите Не надо вообще ничего делать Новостейная бригада И сразу же На следующий Через несколько дней Вышел новостейный сюжет Он уже прошел по каналу Сейчас у нас открытое сердце И мы полностью покажем Трансляцию Порядка двух с половиной часов Мы покажем полностью турнир Так что зрители смогут увидеть Давай поговорим с Колей Да, конечно Коленька, последний раз ты был здесь Когда был, ну, для большинства Любителей смешанных единоборств И, наверное, что там греха Таить и для тебя Это звездная твоя победа над Верином Хотя ты отнесся к ней Как само собой разумеющейся Теме, которой ты наверняка Внутри шел И мы много обсуждали тогда Насколько у тебя заколотилось сердце И, насколько ты понял Что дальнейшие твои шаги Будут уже более уверены Более и так далее И так далее В связи с тем, что сейчас звучит тема Предполагаемого поединка В рамках пока непонятной Какой структуры И какой организации Боя Федора с одним из Веринов То твоя победа в этом ключе Конечно, кажется Еще более-более увесистой Ну, а как мы знаем Этот поединок, который ты так же привел Ну, разочарвал-то нас всех Не очень долго Все это длилось Не надоело драться? Да нет Пытаясь, как бы, повысить свой уровень То есть, ну, я не считаю, что там Все это зависит Там, быстро прошел поединок Или медленно Ну, как бы, это дело случая Все зависит от того Как готов спортсмен Как готов сам ты Твой соперник Ну, а это Ну, такой случай То есть, получилось так, что И последний бой я провел Приятные какие-то случаи у тебя У Федора тоже какие-то бои получаются Случайно Раз, случайно, два И вот эти Очень короткие Да, да Хотел бы эти случайность Продлить еще на некоторое количество лет Не, ну На самом деле Вот Готовлюсь Пошу по полной Всегда настраиваюсь только на долгий На длинный поединок Потому что Но всегда бой хочется закончить Побыстрее Ну, это да Хочется закончить побыстрее На самом деле Вот у меня были раньше проблемы с выносливостью Ну, как вы знаете Функционалка Да, функционалка Подводила Это после того, как я сделал себе операцию Нос То есть, там, исправил перегородку Ну, открылось дыхание И, как бы, тренироваться стало гораздо легче Меха заработали Да, и меха заработали И я так надеюсь, что пошел результат Ну, а на самом деле Вот еще большое спасибо Это вот Андрею Рудакову Который вот прям взялся плотно Очень за меня Вот Властных Очень известный наш тренер по боевому самбо в Москве Я считаю, что он один из лучших Родоначальников То есть И вот Благодарим Благодаря им Вот Получается, что так мы нормально подготовились У нас недавно, кстати, был Этот выдающийся тренер На самом деле Такого же мнения, как и ты Я считаю, что Цельность Понимания боевого искусства Если рядом находятся Во-первых, друзья Андрюша, который сам был файтером Классным файтером Он и продолжает быть бойцом Ай-яй-яй-яй Мы послали документы в Корею И на Николая, и на Валеру И на Андрея Так что А Валерка тоже дерется? Ну, несмотря на травму Все-таки Сейчас Он выходит Выходит на Достаточно Высокий уровень формы Я думаю, что Поделимся Скажи, Коля А вот Все, что связано С победой на Довериму Что-то произошло после этого? Были какие-то предложения Вопросы Ответы Или это просто Фрагменты Из твоей спортивной Биографии И более того На самом деле В данный момент Это фрагмент Но Я думаю, что Благодаря Этому бою То есть И Георгий Будет уже Как бы И о дальнейшем Заявлять Обо мне Потому что Ну, даже если Посмотреть на шердок Количество моих побед Количество поражений По-моему Там заявлено 11-13 То есть Не в мою пользу На самом деле Я провел гораздо больше боев Просто Так получилось Я не знаю Как они отслеживают Как они считают? Да, нет Они просто отслеживают Не все бои Очевидно Даже Деряс на миксфайте Там более трех Или четырех боев Не попало В эту статистику И так далее А так я провел Тридцать боев Нет Тридцать побед у меня И семнадцать поражений И надеюсь Что вот Благодаря Эвериму Я буду Менять Именно стараться Только одни победы Все что сегодня Происходит В мире Диноборств И вот Мы недавно встречались С Георгием И рассказывал Он нам О своей поездке В Казахстан О том Что появилась Удивительная Ну удивительная С точки зрения Географии пока Команда из Индии Что-то происходит Вот по твоему мнению По вашему мнению В мире В связи С последними событиями С последними телевизионными версиями С последними победами Федором и так далее Что-то происходит Принципиально Новый И интересный Для нас Да Я считаю Даже Вот Когда я начинал Это примерно Были двухтысячные Года И спустя Десять лет Ну это Очень большой шаг Прошло Колоссальное Изменение И это Большой плюс Конечно Внес Федор Благодаря Он стал Я знаю Что вот В той же Корее В том же Китае В той же Японии Он гораздо популярнее Чем у нас Об этом мы даже не будем говорить Потому что я только что вернулся из Японии И Федор давно уже не дерется в Японии А все книжные магазины Заполнены Легендой номер один Я привез огромное количество Фотоальбомов Книг Свежих Свежих Иши Это естественно Олимпийский чемпион По дзюдо 21 год Который выиграл Который мечтает с Федором Встретиться Да И Федор Это две сегодня звезды Из мира смешанных единоборств Правда там у них есть Тема еще Рестлинга так называемого Но это скорее такая Клоунада Который так Для общего понимания Все что сегодня происходит В мире единоборств В каком направлении идет Как ты считаешь Я думаю что идет колоссально вверх Резкий скачет Стала популяризация Именно этого направления Боевых искусств Но я считаю что Будущее за ним Потому что это универсальный вид То есть где Важна и борьба И бокс И навыки парка И очень вырос Уровень спортсменов Да Уровень растет Я хочу соврать Что за десятилетия Действительно появилась Новая генерация Спортсменов Которые уже Воспитаны Тренировались По этой системе Если до 2000 года У нас Были Спортсмены Приходили Из бокса Из самбо Борцы Спортсмены 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 Панкратиона Микс Не знаю Мастера Панкратион Кудо Призер Кубка СНГ По панкратиону А Вадим Хазов Справа На ваших экранах Более опытный спортсмен Москвич 32 года Он мастер спорта По боевому самбо Чемпион Москвы Победитель международных турниров По боевому самбо Тренируется Под руководством Андрея Рудакова И кстати Чемпион мира Андрей Рудаков Готовил Хазова К этому поединку И секундирует Его в этом бою Вообще У Андрея Пять учеников Приняли участие В Кубке России Вадим Хазов Отличный кикбоксер Жесткие удары Руками И Отличительная Его черта Заключается в том Что В поединках Он Старается действовать Не только Эффективно Но и эффектно Использует Высокие удары Ногами Осторожен Его соперник Спортсмен Из Ярославля И вы видите Как Сосредоточен Заряжен На удар Вадим Хазов Напомню Что Победитель Этого боя Выходит в финал И Будет проводить Поединок За звание Обладателя Кубка России 2010 года Кубок России Первый Программный Чемпионат В этом году И Победитель Получает путевку На чемпионат мира Который пройдет В мае В Хабаровске И Крупный Международный Турнир В начале Июня В городе Астана Ну Возвращаемся В поединку Вот первый Тревожный Звонок Правда Через перчатку Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй Какая красота Удар с разворотом Ай-яй-яй Какая красота Удар с разворотом Уру-маваши Называемо В карате В боевой обстановке Настолько редок Очень редкий Очень редкий И зал Слышите Как отреагировал Не, ну А как можно Не отреагировать Красотича-то какая А ребята Спасибо Как дождь Это вы меня порадовали А Страшный удар Удар пяткой Это Прикольно Даже Даже если не приходится В подбородок Это ужасно То о чем Всегда Говорю я И чего Хотят Промоторы Чтобы Техника была Не только Эффективной Но и эффектной Это Согласите Это все хотят Понимаешь Что Динамика Амплитудность Этого удара Общеизвестным Удар с разворотом Понимаешь Высокоподнятая Нога На уровне Даже Не бедра А среднего сектора Плеча Уже хороша Если попадаешь Не стопой А подъемом В голову Уже хорошо А удар с разворотом В таком исполнении Просто прекрасен Георгий Скажи Вот Регионы Причем Регион Близкий к Москве Казалось бы Москва Центр Дворцы спорта Люди Много спортсменов И все это очень здорово И вдруг Надя Подмосковье Вот такие вот Мы знаем Подольск Мы знаем Балашиху Который сегодня Прекрасный бокс Теперь Раменская Теперь Раменская Чем вызвано Вот это Ну Во первых Наши друзья Предложили Это хорошо Что друзья Во вторых Расположение Очень благожелательное Отношение Администрации Демин Владимир Федорович Непосредственно Заинтересовался Проектом Поэтому у нас Была там Зеленая улица И с арендой Спорткомплекса И с охраной Общественного порядка Нет Георгий Давай это опустим Это понятно Что благожелательность Финансовая поддержка И так административный ресурс Это очень важно Ты согласись Сегодня Кроме всего этого Надо первое Что есть Это понимание И желание Все остальное найдется Найдутся Те Другие Пятые Десятые Для меня например Приятно прежде всего То С чего начинается Начинается Пришли Сказали Подумали И решили Вот Что чрезвычайно важно Тема смешанных Одиноборств Она близка нам Но Силе Рассуждают Именно таким образом Что это Благочестиво Это правильно Социально Высчитано И так далее И так далее Эти вещи Которые На местном уровне Местная администрация Начальник губернии Начальник города И так далее И так далее Они очень редко понимают Хорошо Что вот Здесь это так Сейчас многие Великие боксеры Первые имена Движутся по стране По Москве С желанием Открыть Школу Своего имени Ну Понимаем Что это маркетинг Это бизнес В конце концов Кусок хлеба Которым И хотят обеспечить Вот Есть ли сегодня Вот Понимание Что в рамках Большого профессионального бокса Есть необходимость Открывать такие школы Сколько вот Примерно таких школ Как думаешь в Москве Я видел там В углу стоял Андрей Да Это одна из немногих школ Мне кажется в Москве Которые четко позиционируют В подготовке бойцов Смешанного стиля Кто еще готовит в Москве Ну В наш клуб Вот у Валерия Волосных Да Очень много ребят тренируется Там где тренируется И Андрей И Коля Спортивный клуб По-моему Сандерс Были представлены спортсмены То есть ребята Вы видите Вы в этом мире живете И вы напрягаетесь Понимаете Вам сейчас На самом деле Это можно по пальцам Вот вы совершенно правильно Именно Я к этому и веду Понимаешь в чем дело Ведь сегодня Такая популярность Которая имеет Место для смешанных единоборств Та Целостность Интереса Ну Мы давайте Высокопарные слова Отпустим Мы убираем детей С улицы Мы лишаем их Возможности Вступить в всякие Группировки И так далее Ну вот А чем вызвано Что все таки Так тяжело движется Ну Во первых Нет Государственной Поддержки Государственная программа Ну это опустим Прошедшая олимпиада Мне кажется Показала Что даже И алимпиадские виды Завод Да Абсолютно верно Коль Понимаешь в чем дело Ну Здесь Очень много Желающих Очень много людей Которые пробуют себя В качестве промоутеров Но Быстренько Отваливаются То есть На протяжении Длительного периода Это действительно Нужно Как мы говорили В Индии Человек 10 лет занимается Мы уже 15 лет Здесь Это развиваем Ну Это Действительно Нужно любить Дело И В конечном итоге Единомышленники Собираются И Если ты Болеешь Давай подслосим Нашу передачу Давай подслосим Давай посмотрим бой Вот поединок Почему открытый Кубок России Поскольку мы Открываем Двери Наших турниров И для спортсменов В постсоветском пространстве Вот один из участников Сергей Терезинов Терезинов Вот в синих перчатках Справа на ваших экранах Достаточно именитый Да, именитый Пришел он Около 10 лет назад К нам в Панкратион Пришел чемпионом Украины по армрестлингу И сразу же через год Стал чемпионом Евразии по Панкратиону По абсолютным поединкам А соперники можно сказать Парень, который с нами тренируется Шамиль Нурмагомедов Кстати Дагестанец Дагестанец Ну да, сейчас на данный момент Живет в Москве Очень волевой Очень техничный Недавно, кстати По любителям В Португалии Он выиграл Кубок Мира По Панкратиону И насколько я знаю Он сейчас готовится К чемпионату мира Который, по-моему Или в Атвии Или в Литве должен пройти Много тела Много мышц Тяжелые ребята Ну вот Достаточно подвижные Намного ли вот Функционалка хватает У этих ребят Насколько они заряжены Давай, давай, давай Ну, сам формат поединков В общем-то Не так много раундов Ну да Ну по тренировкам могу сказать Что Шамиль может пахать 30 минут Надо 30 минут драться Будет 30 минут драться Не стоять и драться За Сергея Вот я могу сказать Даже судя по видео Что он, конечно же, сдал Немного он сдал Ну такое тело надо содержать Во-первых, в порядке А видим, что... Он недавно Вот я знаю В Сочи Вот вы, по-моему, там были Да Да, я видел Он до 90 Он гораздо лучше в форме был Тяжелый, тяжелый Очень тяжелое тело Тело надо, конечно, хранить Вот секунданты выбрасывают полотенце Да, прошел глубокий нокаут, кстати Вот Ну, фривольность положения рук Она всегда имеет Ну мы показали конец поединка Да, ну и спасибо на этом И да, вот опущенные руки В тяжелом весе Конечно, это баловство, мягко говоря Пропускал Сергей на протяжении поединка Но нужно отдать ему должное И мы присудили ему приз За волю к победе Поскольку он мог уже не выходить на второй раунд В общем-то Он вышел и до конца сражался Ну что, здорово, ребят, здорово Я вот думаю, что дело, которым мы занимаемся Вместе с вами Ну, вольно или невольно Навинка должно преобразиться В какой-то поток Люди, которые порой приходят к нам И на нашу программу И просто в редакцию В последнее время стали жаловаться О приоритетах Раньше меня винили о моей любви к Йокошину Тихвери говорят Ну вот, кроме мордобоя Говорят, Филипп, тебя как будто не интересуют базовые основы Техники и так далее Нет, ребята, понимаешь Все, что интересно нашему зрителю Я думаю, что мы это будем показывать Как показывать время Кстати, о популярности Нас предупреждали Когда мы приехали впервые Разговаривать с директором комплекса Он сказал Ребята, а вы не боитесь, что никто не придет? Не придет, да Я говорю, не боимся Он говорит, вы знаете Мы отменили Год назад Отменили концерт Самого Димы Билана Когда он стал С обладателем Чемпионом мира Евровидения Да Было продано 4 билета У нас публика в Раменском Своеобразная Их поднять с диванов Очень сложно А вот, кстати, интересно Почему? Не объяснили? Ну, в Москве Ты знаешь, что В общем-то Из-за Трудновато Из-за большого количества Мероприятий и соблазнов Зрелищных Сложно Собрать зрителей А в Раменском Ну, это Специфика Может быть В области Люди А ты, кстати, внутри Не боялся этого? Ты знаешь У нас Конечно Опасение было Хотя мы не ставили Продажу билетов Это не было составляющей Коммерческой Поскольку Мероприятие Благотворительное И все Средства Были направлены На поддержку Детского бокса Но хотелось же вам отдать Детского клуба Который, кстати, в этом же Комплексе Бориса Глебский Наши друзья Организовали Было опасение Конечно Что в любом случае Даже если не Ставишься Заработать на билетах Проводить турнир При пустых Трибунах Это нехорошо Вот Но Уверенность была Хорошая рекламная Компания Одним словом Аншлаг Да Ну Аншлаг В две трети Зала То есть Около Двух Тысяч Двести Из Полная вместимость Две восемьсот То есть Боковые трибуны Давай посмотрим Еще один Борис Да Это Финал Семьс четыре Угу Встречаются Иса Мусаев Он В синих Трусах Москвич Ему Двадцать шесть лет Кандидат мастера спорта по панкратиону И призер открытого кубка Москвы по панкратиону В 2009 и в 2010 году И его соперник Азиз Пахрудинов Двадцать один год Он из города Махачкала Пытается как раз Пахрудинов провести Болевой прием на руку Помешали канаты Он застыл там в позе йога Ну это издержки проведения поединков В боксерском ринге Ребята В полуфинальных поединках выиграли Пахрудином выиграл у Виктора Финагина А Иса Мусаев Нокаутом выиграл у Сергея Новичкова В начале поединка Очень осторожничали Спортсмены друг друга хорошо знают Ну вот Пошел в атаку Иса Мусаев И на мой взгляд Немного увлекся Готовит свой прием Азиз Пахрудинов Находится он в защитной позиции Верхом Позиция бразильского джиу-джитсу И как раз из этой позиции Бразильцы и проводят Свои знаменитые Удушение треугольником Что по-моему сейчас пытается сделать И Азиз Пахрудинов Опытный борец Как я уже сказал Мастер спорта по боевому самбо Мы недавно С Георгием смотрели Тему Связанную с Казахстаном И с Индией Она была совершенно лишена Всякой остроты По одной простой причине Что индейцы Не знают совершенно партер И не знают Естественно Рычажок Да пошел? Да Причем по-моему Это будет до конца Ну вот если ножками Ну еще поработал Благодарим ножку Классически да Все постучал Да Вот то что вы говорили Игорь Филиппович Насколько вот У нас продвинулся Даже смотря поединкам По болевым Да И вот Игорь Совершенно неинтересен Поединок становится Когда Вот в данном случае Мы говорили про Индию Соперник совершенно не понимает Ну казалось бы Простые как мир истин Связаны с партерами Связаны с болячками И с удушающими приемами И здесь мы видим Ну ребята дагестанцы Да Вот есть Вся страна Есть Северный Кавказ И есть горцы Как вы знаете Да Это гора Естественно люди живущие В Дагестане Это горцы Хотя там 28 по-моему национальностей У меня много друзей в Дагестане И практически все национальности В Дагестане борются Вот Георгий может Ты всю жизнь в этом мире Можешь объяснить Ну Почему и как никакая другая республика На Северном Кавказе Я может быть Солгу Но мне кажется нет Кроме Дагестана Все Что это в крови Я думаю что это генетика Не ну Кабарда Чечня Осетия Тоже всегда же они боролись И в общем-то Адыгея 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 Да 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 Абсолютно верно Можно сказать дальше Что вот Насколько я знаю Недавно прошел Чемпионат М1 В Санкт-Петербурге Ну откровенно Говоря Можно назвать Что это чемпионат Дагестана Да 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 Нет Все спортсмены Со всей России С разных концов Представлены Это вот Чемпионат Насколько я знаю Восточная Европа Да 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 Почти все дагестанцы Нет Ну а вообще Финал М1 Селекшн Прошлого года А мы проводили Это же турнир В Дагестане Я Будучи Там Доходясь Около ринга Я в общем В этом Во всей этой каше Я понимал Что вот они Вот они Причем Каждый второй чемпион Каждый подходит Здоровится Каждый второй Подходит А можно я скажу Пару слов И я понимаю Что у нас Энергетика Просто сумасшедшая Удивительная страна Удивительные люди И дай бог им здоровья Ну и естественно победа Если бы они еще были бы Немножко Поддержаннее в эмоциях Особенно не бойцы Бойцы Самое главное Всем воспитываться А все что в окружении Это конечно ужасно Они сами понимают Они сами расстраиваются Расстраиваются бойцы Извиняются Но есть что есть У нас есть еще возможность Один бой Или два Посмотреть Два бой Да и мы посмотрим Поговорим Это финальный поединок В весовой категории До 85 килограммов Как раз Хазов Который Да 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 Это у них финал Эффектно закончил Булуфинал И Диберзагиров Они вот встречаются Второй раз Встречались раньше На боевом самбо Ну вот Коля Как ты считаешь Что вот Окончательно Раскрыться Ну Спортсмену Увлекающимся Смешанными Единоборствами Окончательно Раскрыться В боевом самбо Вряд ли возможно Да Нужны все таки Более открытые Разрешенные Правила И техника И наверняка Тот адреналин Который рожден Внутри За время Занятий Боевым самбо Он все таки Не окончательно Разрешает Проблему Кто я есть Ну зато Боевое самбо Это очень большой старт Ну конечно Конечно А для любителей Так это вообще Причем на самом деле Поэтапно Спортивное самбо Боевое самбо И так далее Да да Совершенно верно И самое главное Что тренируется Очень много людей Выступает 10% Только для себя Ну да Базовая основа Базовая основа Получил Да Насколько я знаю Сейчас уже Фитнес клуба Это уже стало Как очередное Увлечение Очередное тайбо Очередное тайбо Пошло все на коммерцию Да Как тайбо Вот совершенно С вами согласен Ну да Немножко Рыхлятину свою Приводишь в порядок Заодно Боями без правил Занимаешься Да 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 И можно Любимой девушке Рассказать все что угодно На своем Свободном времени Самое удивительное Практически С одного клуба Вместе тренируются Вместе У Валерия Валентиновича Боремся Но тем не менее Показали Очень серьезный бой Это вот Ну вышли в финал Значит нужно Драться Никаких договоренностей Ну то есть Все делается Ради зрителя То есть Ну это на самом деле Ну не совсем так Коля Ради зрителя Ну что Ну во первых Я считаю что это Очень большой плюс Люди Просто договориться И не драться Я с тобой Я тебя понимаю Отлично Что в общем Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Казал бы Сущая ерунда Пропустил ты какую-то Так не договоришься Нет то что Нет понятно Что из договорных Нет отношений Самое удивительное Это вот Произошла случайность Дибир Очень хорошо борется Он мастер спорта Повольнее Я как раз тебе Именно это хотел сказать Мы пропустили Тот момент Вернее не мы пропустили А пропустил Именно он Да Когда Вот По бороде Немножко попало И пошло А вот на самом деле В стойке стоит Вадим гораздо лучше Техника у него Гораздо лучше Коленька Ты на удивление Интеллигентный человек Вместе с тем Ты файтер Ты доказал Своим долголетием Своими звездными победами Что ты хочешь впереди? Ну Впереди Просто хочется Новых турниров Ну и Что-нибудь достойного Как бы выиграть Соперника И соперника И как бы Попасть Ну Сделать шаг На более серьезный уровень Скажи в этой связи Рядом с тобой сидит Ну Крупнейший промоутер В стране Георгий Ветеран И так далее И так далее И так далее Что мешает Сделать сейчас Колю Ну Свездой Такого Высокого уровня Нет соответствующих Предложений Финансовых Допустим Такие турниры Как Dream UFC Да Там довольно Все Сложно И расписано Все-таки Попасть Мне кажется Победа Надо Это Золотой ключик Куда угодно Одной победы мало Честно говоря Одной победы мало Сейчас нужно Одна-две Международных побед Вот мы планируем Сейчас В Корее Турнир будет проводиться В конце марта Мы послали сейчас Документы Я уже говорил И Валера Снова подерется И Андрей Рудаков И возможно После Кореи Это во-первых Выход на Азиатский рынок Корея Это уже Фактически Практически Япония То есть Японцы уже Отслеживают Эти турниры Но если с Японии Люди приезжают В Корею Просто Соревнования Посмотреть И тогда Возможно Выше серьезно Следующий этап Еще Мы хотим Один-два боя Есть у Коли Возможно Мы это сделаем И в Казахстане Давняя Мечта Матч-реванш С Михаилем Кнапом Дрались мы В Сербии В Белграде И тогда Из-за рассечения Коля ввел бой Ошибка судейства Практически Бой Коля выиграл Судья поднимает Их стойку И Коля получает Рассечение Технический нокаут То есть Продолжать не может И В общем-то Мы давно Вынашиваем Эту Мысль Мыслишку У Кнап У Кнапа Был другой соперник Но Когда мы были В Голландии Кнап Кстати Подходил Поздравлял Колю Несмотря на то Что является Потенциальным Соперником Я думаю Что в ближайшее Время Мы проведем Матч-реванш С ним Бой в Корее А там Возможно И Дрим Возможно Мы будем ждать Этого времени А сейчас Сегодня У нас есть возможность Посмотреть Что случилось С Колей Совсем недавно Под Москвой Ну Рассказывай Что было Да Рассказывать Нечего Не успел Не успел Да Очень понравился Бросок судьи Кстати Тоже очень опытный Тренер Сделал грамотно Да Закрыл тебя Или соперника А куда Андрей Пошел совещаться На самом деле Ко мне пошел А принять решение Он смог Да Как бы Была остановка боя Ну Я считаю Что в принципе Правильно Но Насколько я понимаю Соперник А вот Настроен Настроен продолжать бой Визитная карточка Как думаешь Смог бы Продолжить бой Я думаю Да Очень хороший Парень Очень Такой Я просто видел Его бои по самбо По боевому Настолько Но он и потяжелее тебя Ну на самом деле Честно И повыше Руки По длине Поважая руку на сердце Я настраивался На более длинный бой Потому что Тут конечно И дело случая Шамиль Очень сильный соперник И вот здесь На ринге Три чемпиона мира И Андрей Рудаков Сейчас появится Вон они Три чемпиона мира На одном ринге Ну что красиво На самом деле Жалко Что ничего Не смог Сказать нам Но я думаю Что Картинка Сама за себя Сказала Рад что вы есть Рад что вы в строю Рад что Происходят События Несмотря на наше Отсутствие в Москве Всегда рад вас Видеть здесь И отивокольника Здоровья Благополучия И отсутствие Всяких Мелочей Которые порой Мешают Реализоваться В полном объеме Тем более Когда ты готов К этому Что я могу Вам еще сказать Побольше Таких турниров Побольше Таких Менеджеров К сожалению Того и другого Не так много Как нам бы хотелось Ну а Те кто нас смотрит И считает Мою предвзятость Относительно Этого вида Единоборств Ребята Попробуйте сами И все станет на место Все хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok